Как связан цирконий с блокчейном? Что делают поросята финансовой комиссии? Какой вердикт вынес мегарегулятор России Промсвязьбанку? Об этом говорим сегодня. Здравствуйте! Сегодня тема будет необычная для обзоров в индустрии Форекса, все потому, что мы поговорим о циркоин. Это проект ученых-материаловедов, которым удалось разработать процесс получения диоксида циркония из пустой породы. Теперь же проект привлекает краудфандинговые инвестиции для создания новой технологии. Необходимо отметить, что сейчас цирконий добывается из недр земли, а это наносит серьезнейший вред окружающей среде. Эксперт в области блокчейна и финансовых технологий проекта циркоин отметил, что международная команда ученых уже потратила несколько лет и более 1 миллиона долларов на разработку новой технологии. В планах у них производство экологически чистого циркония. Однако, несмотря на качество и экономичность продукта, банки не заинтересованы в кредитовании этого проекта. Ученые все же не расстраиваются и не хотят привлекать венчурный капитал, ведь это может привести к утрате контроля над компанией. Циркоин воспользуется блокчейн-системой Waves и с помощью краудфандинга построит фабрику и купит все необходимое оборудование. И мы в него верим. При этом компания уверена, что платформа Waves и ее система токенов упростит создание, распространение и продажу циркоинов. Финансовая комиссия продолжает пополнять свой список участников. На этот раз независимый регулятор сообщил о присоединении к нему брокера FX PIG. Компания находится под управлением офшорного бренда Prime Intermarket Group Asia Pacific. Теперь комиссия является посредником для приема претензий и предоставит аутсорсинг контроля за нормативно-правовым соответствием. Компания FX PIG была основана в 2010 году в Новой Зеландии и в настоящее время зарегистрирована в Ануату и регулируется местной комиссией по финансовым услугам. По словам представителей компании, в FX PIG не пытаются прикрыть нелицеприятную сторону торговли на рынке Форекс, а вкладывают средства в развитие своей торговой среды. FX PIG стала 24 в списке брокеров, которые воспользовались услугами финансовой комиссии и теперь предоставят своим клиентам прозрачную систему рассмотрения споров нейтральной стороной. Брокер FX PIG вошел в категорию А с установленным компенсационным фондом до 20 тысяч долларов США на одну претензию. Очередной представитель российского банковского сектора Промсвязьбанк становится восьмой компанией, которая получила лицензию Центрального банка на осуществление дилерской вне биржевой деятельности на рынке Форекс в Российской Федерации, согласно новому закону о Форекс. Таким образом, сейчас ответа от мегарегулятора ожидает лишь одна компания – БКС Форекс, а как мы уже говорили, восемь компаний успешно завершили аккредитацию, и большинство из них вступили в профильную и пока единственную Форекс.РО. Среди аккредитованных в России Форекс-дилеров и три представителя банковского сектора – Финам, ВТБ, а теперь и Промсвязьбанк. Промсвязьбанк подал заявление и соответствующий пакет документов в Банк России лишь в декабре прошлого года, но до сих пор продолжал предлагать своим институциональным клиентам услуги на внебиржевом рынке Форекс. Банк предлагает полномасштабную платформу для электронной интернет-торговли на международном валютном рынке Форекс в реальном времени. Кроме того, Промсвязьбанк является членом Международной ассоциации рынков капитала и Международной ассоциации свопов и деривативов. Именно такими новостями мы открыли рабочую неделю. Благодарим за сотрудничество редакции Форекс Магнет. До встречи завтра на Дукаскопе ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова